Вопрос не как к мэру, а как к мариупольцу, а как к родителю. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете то, что учителя, которые любят Путина, не стесняются это выкладывать в социальных сетях, как Вы к этому относитесь? Ну, с учетом того, знаете, я даже не люблю Путина. Я никогда в этом любви ему не признавался, и мое отношение очень ровное к этому человеку, не то, что он не мой фанат. И мое отношение, то, что люди, если высказывают свое мнение, у них даже это личное мнение, и у них есть право на это личное мнение. Мы все-таки живем в демократической стране, и мы можем свободно выражать свои чувства любому человеку, которого мы любим, уважаем, ценим. Наверное, даже если это какая-то фамилия, которая сегодня у всех на слуху, и мы понимаем, что с этой фамилией связано. Поэтому в отношении тех людей точно надо провести разъяснительную работу. И если они не изменят свою риторику, потому что они сегодня занимаются обучением людей, которые в будущем возглавят какие-то посты в городе Мариуполье. То, что мы закладываем голову нашим маленьким юным мариупольцам, конечно, это очень важно. Поэтому в этих отдельных случаях мы однозначно разберемся, что послужило таким вот высказыванием, я это знаю, ситуацию. В соцсетях много было обсуждения в отношении там всего. Но я считаю, что у нас свободна демократическая страна, и мы можем свободно выражаться, понятно, не в официальной плоскости, а на фейсбуках достаточно неофициальная плоскость. И поэтому мое мнение такое, что мы Украина, а Украина это равна демократия. Этот же вопрос мы попытались задать новому начальнику управления образования Мариупольского горсовета Светлане Добровольской. Она предложила договориться о встрече через управление образования, позвонив туда по телефону. Вы понимаете, мы напишем, что вы отказываетесь? Да я не отказываюсь, господи, ну. Использrados таким вот дважды. Вы какумное информацию? Прều. Кто перейдет на к onun женеед просто? Д parfait, неп enjoyable. Мы определимся в жизни .